Мечта у меня об электромобильчике, маленьком, веселом, компактном, поэтому следующий проект будет именно про него, уже первая серия. Поищите, на ютюбе много таких проектов, но в основном почему делают их иностранцы, англичане, американцы, на бензине. А я хочу такую штуку, но на электро. Это выходной, у меня надо завершать проект электротран. Голубчик сияет, вчера накупил себе светодиодные ленты разноцветные, но нет коннекторов, поэтому сейчас с него съезжу. И еду по магазинам, докупаю все, что необходимо. Как нам фартит, только я ехать собрал, солнышко выглянуло, а то-то учки тут находили под запчасти. И поехали. Сейчас сначала надо заехать в магазин, где у нас всякие коннекторы продаются. Вот и первый магазин. Как определить, что пора проект завершать? Если в корпус самоделки место заканчивается под потрохом, значит все, он готов. Нету таких коннекторов под узкую ленту. Ладно, поедем в другой магазин. Короче, в другой магазин пошел. Короче, только в третьем магазине нашел то, что нужно. Вообще, закончились они во всех. Гироскутерные колесики здесь с 25-миллиметровыми магнитами, шириной 25 миллиметров. По моим ощущениям, я бы даже убавил несколько скорость. Потому что реально бывает, на него нажимаешь на газ, он рвет из-под тебя. Тогда на нем можно будет кататься кому угодно. А так вот я побаиваюсь его давать людям. Двоих возит, но далеко мы не ездили, так по двору покружились. В целом все нормально. Реагирует на наводки. Вот когда, бывает, встанешь под какими-нибудь лэпами, подергивается. По поводу маневренности пролазит этот штук в любую шелчку. Сидеть на нем достаточно удобно, не знаю, несмотря на внешний вид. Вот кто по камере смотрит, говорит, неудобная посадка. Удобнее, чем на электровелике. Надо, кстати, устроить его испытание. Вообще, насколько можно максимально уехать, мне самому это интересно. Отдельная гордость, как мне сказали прохожие, это аудиосистема. Но демонстрировать я вам ее не буду, по некоторым причинам. Видите, колесо само собой вращается, да? Вот кто будет прошивать плат, не пугайтесь, такая специфика работы. Если его поставить на землю, ничего вращаться не будет. Ловушка данной системы, если вывесить любые два колеса, ну, на разных мостах, вот так вот, вот сейчас висит вот это колесо и вот это колесо, то никуда таракан не пойдет. Одной рукой достаточно легко им управлять, не знаю, никаких он усилий. Как я считаю, самое сложное в производстве этих самоделок, это не подстройка, не разработка, а настройка. Потому что когда ты его сделаешь, вот довести его до состояния того, чтобы у него только сел, поехал кататься куда угодно, на природу, в город, чтобы там ничего не отрагивало, не ломалось, он рулился, вот это вот сложно. Повод тормозов у меня здесь нет и не будет никакой механики. Меня пара людей за это, конечно, критикуют, говорят, опасно, но послушайте, все современные производители моноколес, самокатов, ушли от механических тормозов, и ничего, люди как-то ездят и хвалят эти устройства. Вот давайте я на нем поезжу, сезон, а потом вам отчитаюсь, как они себя ведут, как они работают. Предварительное, мое мнение, прекрасная штука, электрические тормоза. Ну, едем мы по аллее, по достаточно такой пересеченной, ну, как она есть ровная, но грунтовка. Наш парк дружбы закрыт, вот там он. Поэтому приходится его объезжать по грунтовке. Проселки он себя прекрасно чувствует. Конечно, сказалось, независимая полностью подвеска. Изначально сзади была телега, ну, зависимая, но потом я от нее отказался, и вообще сейчас едешь, не чувствуешь все эти проселки. Тут складные, можно вот так вот сделать, если вы совсем устали, расслабились, сесть ногами вот сюда, на рычаги, и в таком вот комфорте продолжать движение. Кстати, очень прикольная тема, и надо сюда тоже добавить будет подножки. Возможно. А может быть и нет. В принципе, мои ноги никуда с этих рычагов не деваются, мне удобно. Тянет он вообще прекрасно. Еще раз хочу сказать, избыток тяги. То есть не чувствует он горок. Отдельное пару слов про покрышки. Покрышки здесь от QG M4 с самоката. Кто будет строить, ну, что-то подобное, не покупайте их в рознице. Они где-то по две тысячи за штуку, это, конечно, убийство. Но мне они достались за так. Хорошо, когда у тебя отличные друзья Саша. Люда и Женя, вам огромное спасибо. Без вас бы этот проект не был таким эргономичным. Ну, а про мой маленький аппарат больше, как бы, наверное, рассказывать нечего. Такой вот он получился. Это не значит, что он куда-то денется. Я пока еще на нем не накатался. Но в качестве основного объекта на канале он уже использоваться не будет. Вот такой вот обзор у меня получился. Кому интересно, оставайтесь. Дальше будем строить новый эргегат. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok